МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Герлану Тешеву грозит до пяти лет лишения свободы. Скандальное выселение, нешуточная борьба развернула за одну из квартир в Майкудуке. Аким области Божиан-Ардюшев посетил Жасказганский регион. Ерлан Утешев может оказаться за решеткой. Экспертиза подтвердила, что начальник управления энергетики и ЖКХ был пьяным за рулем. Теперь госслужащий не просто участник аварии, а подозреваемый по уголовному делу ДТП со смертельным исходом. Сегодня возле ВИП-палаты выставлен конвой, а уже завтра будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Скорее всего, это будет арест. Подробности громкого дела в материале Анвара Шаликенова. Вчера успешный чиновник, сегодня подозреваемый в убийстве. Ерлану Утешеву грозит пять лет тюрьмы. Начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области при совершении ДТП со смертельным исходом находился в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести. Об этом рассказали и в областной прокуратуре, и в МВД. Все в один голос утверждают, Утешев за рулем был пьяным. Согласно результатам проведенных исследований, в крови Утешева обнажен алкоголь в количестве 1,67 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения. А вот накануне полиции в отношении Утешева составлен протокол задержания в качестве подозреваемого. Чиновник обвиняет по статье 132 Уголовного кодекса страны. Статья предусматривает во дворении ВВС. Однако врачи заявили, что сейчас госслужащего невозможно отправить за решетку, поскольку там ему не обеспечат должного лечения. Напомним, предъявить обвинение и избрать меру пресечения по закону должны в течение 48 часов. В настоящее время вынесено постановление о задержании его в качестве подозреваемого возле палаты, где он находится, выставлен конвой. Решение о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения должен принять орган дознания, то есть ведущий в уголовный процесс сейчас, в течение 48 часов. Сейчас у палаты ВИП больного дежурят уже не журналисты, а конвой. Пробраться к Утешеву теперь вообще нереально. Со дня на день чиновника должно увезти в изолятор временного содержания. Напомним, родные умершие Лязат Ташеновы считают, что начальник управления энергетики и ЖКХ уйдет от правосудия. В этом ему может помочь его служебное положение. Однако в пресс-службе областного акимата нас заверили, что не будут вмешиваться в расследование. Анвар Шаликенов, Тулиген Рашитов, Марат Культенов. Первый Карагандинский. Жители взорвавшегося дома в Сара не могут лишить прав собственности. Напомним, взрыв произошел еще в 1998 году. В результате происшествия спасателями были обнаружены 18 погибших. Сегодня же местные власти обвиняют самих жителей пятиэтажки и хотят передать квартиры в коммунальную собственность. В проблеме разбиралась Мирамгуль Салкинбаева. История положила свое начало еще в 1998 году. Пострадавшие рассказывают, что мощный взрыв газа в пятиэтажном доме случился прямо на их глазах. Пятые и шестые подъезды сгорели полностью. Но это не самое страшное. В результате происшествия погибло 18 человек, рассказывают негодующие жители. Погибших было 18 человек, никакого суда не было. Вы представляете, 18 человек погибли, никакого суда не было. Заткнули людям, оставшимся живым, эти деньги. А представляете, кому, как жить, если вот вся семья погибла, один человек остался. Как будто мы, значит, бросили... Способствуем разрушению этого дома. Как мы способствуем, если мы вынуждены были уехать, потому что стены перекосило. Посмотрите, заснимите крышу. Посмотрите, какая трещина. Это же вообще. И теперь мы, значит, разрушаем наш дом. Так как существовала угроза обрушения конструкции, жители были просто вынуждены покинуть свои законные жилплощади. Все коммуникации были повреждены. Затопленные квартиры, да еще и света нет. В таких условиях они жили три дня. В то время, когда шокированные люди приходили в себя, местные власти занимались мародерством. Дверь стояла, зашли в подъезд, а двери у нас уже в квартире нет. И начали пол уже там срывать мародерством. Несчастные жители даже вещей не успели собрать. Вытащить свод-вод обрушившегося дома было для них настоящей пыткой. Я попала в больницу со своими детьми. Мы зашли, привез меня муж на третий или четвертый день с больницы, специально, чтобы забрать хотя бы документы. Как рассказывают жертвы истории, местные власти обещали восстановить дом, отдельное отопление. Государство в качестве компенсации даже деньги выделило. 18 миллионов тенге. Только вот сами пострадавшие об этом даже и не слышали. Обещанного три года ждут. Так, по-моему, они ее и бросили, не закончив. 18 миллионов было бы. Не знаем, сколько средств. Пострадавшие. 18-15. Давай. И поэтому пришлось, ну, куда-то надо, где-то надо было жить. В конце концов, октябрь месяц, холодало, не отопление, ничего нет. Люди начали печки ставить, в конце концов, свои. Ну, жить-то невозможно. Первый этаж, коммуникации все нарушены. Полностью был затоплен вся квартира, практически. Сегодня власти города, обвиняя в случившемся самих с жителем многоэтажки, пытаются законных хозяева в квартир лишить прав собственности. Однако в судебных заседаниях обвиняемая сторона участия не принимает. Вы знаете, они вообще с нами беседовать не желают. Обвиняют все, что мы бросили. Все, что мы тут, извините меня, виноваты, что все развалилось. Там на это самое, мы не успевали в этот же день. Мародеры, мы только выскочили, понимаете? Мы только выскочили. Когда погас свет, буквально сколько, полчаса или сколько там прошло, уже по квартире с фонариком ходили. Муж когда бежал, хоть что-то оттуда взять. Мужика уже оттуда выгнали. Он ходил по квартирам, выбивал двери. Как выяснилось, акты обследования были подписаны Акиматом города Сарань в 2011 году, когда мощный взрыв произошел еще в 1998-м, что и остается странным. Однако представители Акимата утверждают совсем другое. И никто из жителей, по крайней мере, наш адрес с жалобом о восстановлении квартиры, собственных квартир, которые имеются в виду уцелели, имеются, у которых остались каркасы, не обращались. В связи с чем в адрес, наш адрес, многочисленные обращались жители рядом стоящих домов с просьбой привести в соответствие данный жилой фонд. Мы вынуждены были заактировать эти все квартиры, признали их, что они непригодны для жилья и направили исковое заявление в суд на те квартиры, которые в настоящее время непригодны. Теперь пострадавшие жители просят одного. Я приехала спустя два года. В паспортном столе мне отказали принять документы на удостоверение личности сыну по исполнению 16 лет. Паспортный стол сказал, что вашего подъезда не существует. Значит, есть указание, решение Акима за 1998 год. Также представители Акимата отмечают, что если квартиры аварийного дома будут переданы в коммунальную собственность, то госорганы будут готовить бюджетную заявку для восстановления многоэтажки. Затем квартиры будут передавать согласно очередности. Мирамгуль Салкимбаева, Улжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Скандальное выселение. Нешуточная борьба развернула за одну из квартир в Майкудуке. Дело дошло до драки. Судебные исполнители приехали выселять женщину по решению суда. Однако Василенко всячески пыталась этому воспрепятствовать, закатив грандиозный скандал. Неправосудием так силы. Именно так решил отстаивать свое жилье карагандинец Сергей Ходорев. Дело весьма запутанное. В его квартире в 16 микрорайоне на протяжении полугода якобы незаконно проживала женщина. Добровольно выселяться, как это обычно бывает, она не согласилась. Собственник квадратных метров решил через суд выдворить незаконно проживающую. Иск удовлетворен. А сегодня судебные исполнители приехали выселять женщину по решению суда. И как итог – драка, дебош и работа болгаркой. Выселяют без предупреждения, говорит ответчик. Анжелика Волкова уверяет, что хозяйкой квартиры якобы является некая Ларионова. В данный момент идут судебные разбирательства. Еще не уточнили, кто является. У них идет судебное разбирательство. Они же приходят и выламывают дверь. Это беспредел называется. Они мне не дают написать жалобу, ничего. Просто, понимаете, они пришли и все, выселяют. Почему они ломают дверь? Они нам объяснить не могут. Они говорят о каких-то своих законах. Естественно, они юридически подкованы. Они свои законы очень хорошо знают. И такому человеку, как я, им очень легко запудрить мозги. Судебные исполнители утверждают, что действовали по закону. Женщину неоднократно предупреждали, но она игнорировала все уведомления. Должник надлежащим образом, она была уведомлена об исполнительских действиях, что подтверждается актом. Я могу все документально закрепить. 8 февраля должнику Волкову, судебным исполнителям Октябрьского территориального дела, вручено уведомление, то есть предложение об исполнении требования судебного акта, то есть о выселении до 15 февраля 2013 года. Однако должник, решение суда не исполнено. Истец же утверждает, что квартира его. Досталась она ему по наследству от тети. Незаконно усилились в моей квартире, живут полгода. У меня есть решение суда о выселении. Они самовольно, в смысле, они не хотят выселяться с этой квартиры. Ага, вы не жили? Я здесь не жил, это самозахват. Мне квартира досталась по завещанию, понимаете? Страсти накалились до предела. Кто-то из присутствующих даже пригрозил в знак протеста взорвать газовый баллон. Пришлось вызвать полицию, а жильцов подъезда в срочном порядке эвакуировать. Угроза теракта сейчас. Этот, кого мы селяем, потащил газовый баллон к двери. И хочет взорвать его, хочет. Это не шутки. Он точно есть, да? В итоге судоисполнители все-таки исполнили постановление суда, и мужчина въехал в законные квадратные метры. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Время рекламы. Она пройдет быстро. Не переключайтесь. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Медаль за отличную учебу. Впервые лучших учеников Карагандинской высшей школы милиции награждают нагрудными знаками за отличную успеваемость. Ее обладателями стали курсанты 2-го и 3-го курсов. В этот день у будущих полицейских улыбка не сходила с лица, так как они впервые за свою службу в Академии получают медаль. Преподавательский состав отмечает, что Академия пользуется высоким авторитетом среди других вузов страны. Это обусловлено высоким научным потенциалом и творческой атмосферой вуза, а также отношением самих курсантов к учебе и службе. А вот Мирам Кызылов, заместитель начальника КВШ по научной работе, призвал отличников не только показывать пример в учебе, но и оказывать всяческую помощь своим сокурсникам. А также от имени всех преподавателей вуза он искренне поздравлял будущих сотрудников правоохранительных органов. Желаем будущим сотрудникам Орун-Трундела профессионального совершенства, а также бодрости духа и жизненной силы будьте добры и внимательны друг к другу, приумножайте успехи родной Академии во благо... Болжан Авдишев посетил Жасказганский регион. В центре внимания Акима области были вопросы дальнейшего социально-экономического развития и, конечно же, решения повседневных проблем населения. Глава региона побывал на некоторых объектах района и успел провести несколько совещаний. Поездка главы области в Улытауский район получилась более чем насыщенная. Болжан Авдишев ознакомился с деятельностью Дома отдыха корпорации «Казахмыс» и Дома школьников в селе Улытау. Осмотрел новый микрорайон. 20 многоэтажных домов построены по программе «Доступное жилье-2020». Здесь же Авдишев побеседовал и с жильцами, участниками программы. Кроме того, Аким области провел собрание актива у Улытаусского района. Местные власти рассмотрели итоги социально-экономического развития района за 2012 год и задачи на текущий. А также проблемные вопросы, в том числе строительство здания для районной больницы и поликлиники, канализационной системы центральной котельной, комплексов физической культуры и оздоровления, а также развития туризма в районе. Дальнейшее наше шелье – это разработка программы туристического кластера вообще, потому что без программы двигаться, без дорог, без инфраструктуры очень сложно. Отдельно стоящий комплекс, он никогда не даст результаты, если это не будет общей стратегической программой развития туризма. Поездка Баужана Авдишева продолжилась в Сатпаеве. Здесь глава региона осмотрел сквер шахтерской славы, посетил спортивно-оздоровительный комплекс и технологический колледж корпорации «Казахмыс», а также дома отремонтированы по программе модернизации ЖКХ. К слову, в Сатпаеве по первому направлению этой программы отремонтировано 10 восьмиквартирных домов на общую сумму более 144 миллионов тенге. Была произведена замена инженерных систем, окон и наружных дверей, утепление и обшивка стен с усилением фундамента. Ну как? Нравится? Ну, конечно, спасибо государству. Помогли, что у нас ветхое свеживье было, никогда не ремонтировалось. Оно нам в следственном досталось очень ветхое тяжелее. Ну, теперь мы довольны, что нам отремонтировали. В программу поездки вошло посещение Жасказганского медиплавильного завода. Ознакомился Болжан Абдишев и с работой Жасказганской ТЭС по бесперебойному теплоэнергоснабжению населения и предприятия региона. Посетил спортивный комплекс Улытау. На собрании актива, проходившего после посещения объектов, Акимобласти отметил, что в целом Жасказганский регион имеет хорошие перспективы и резервы для дальнейшего развития. Болжан Абдишев напомнил, что одним из приоритетов комплексного плана социально-экономического развития городов Жасказган, Садпаев и Улытауского района на ближайшие годы является расширение минерально-сырьевой базы. К примеру, в 2012 СПК Сыраарка получила право недропользования на ряд месторождений региона, а также на переработку техногенно-минеральных образований Жасказганской обогатительной фабрики. Мы сейчас активно вместе с Акимами городов должны заниматься привлечением инвестиций и дальнейшим разработкой имеющихся месторождений, созданием рабочих мест и так далее. По этой вопросам надо будет активно заняться. Договорились? Акимам Жасказган и Садпаевы было поручено разработать планы мероприятий до 2015 года по обеспечению стопроцентной установки приборов учета коммунальных услуг, снижению потребления электрической энергии ежегодно на 10% и размещению в регионе возобновляемых источников энергии. Что влияет на качество государственных услуг, предоставляемых карагандинцев, озвучили депутаты на очередной 15-й сессии городского маслехата, которая состоялась сегодня. Работа отделов занятости, соцпрограммы ЖКХ, а также ЦОНов стала предметом обсуждения народных избранников. Все подробности в нашем следующем материале. Вопрос о качестве государственных услуг, оказываемых отделом занятости и социальных программ города, обсуждали ранее на совместном заседании постоянных комиссий маслехата. Готовясь к очередной сессии, депутаты выезжали в учреждения социальной сферы. На месте народные избранники проверяли наличие помещений, информации на стендах, персонал и своевременность выдачи справок. По итогам выездов и заседаний маслехат дал чиновникам ряд рекомендаций. Обеспечить качественное и своевременное оказание государственных услуг отделом занятости и социальных программ города Караганды. Второе. Продолжить выполнение плана мероприятий по применению информационных технологий, направленного на создание условий, оказание государственной услуги в электронном формате. Поднимали также вопрос предоставления жилья из государственного фонда. Депутаты заключили, постановка на учет нуждающихся жилье все еще проходит без утвержденного регламента. Кроме того, в Караганде есть большое количество пустующих квартир, в которых незаконно проживают люди. Я несколько раз предлагал, чтобы нужно провести инвентаризацию этого жилья на законность проживания. Исходя из этого, отделы ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог рекомендовали поскорее утвердить регламент процедуры постановки на учет очередников по жилью, публиковать этот список со всеми изменениями и дополнениями в интернете, а заодно выйти с предложениями в правительство для внесения в реестр других видов услуг, оказываемых их отделом, по приватизации, найму и прочим. Не забыв при этом разобрать соответствующие стандарты и регламенты, и чтобы услуги оказывались как воочию, так и в электронном виде. Такие меры, по мнению депутатов, обеспечат прозрачность работы чиновников, повысят качество и своевременность предоставления госуслуг. С новостями спорта вас познакомит Берий Копаров. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. В Жесказгане прошел областной чемпионат по самбо среди взрослых. В соревнованиях принимали участие более 50 спортсменов из разных городов и районов области. Места в общекомандном зачете распределились следующим образом. Первое место – город Жесказган. Второе место – Караганда. Третье место занял город Каражал. В соревнованиях двое карагандинцев заняли первые места. Это Азадбек Айбаба в весовой категории 68 кг и Зубков Сергей в самой тяжелой весовой категории 100 кг. Действующий чемпион страны Карагандинский Шахтер завершает свою подготовку к чемпионату и матчу за Суперкубок и возвращается в Казахстан. Последним соперником горняков была команда украинской премьер-лиги Донецкий Металлург. Шахтер уступил украинскому клубу 2-1. Автором единственного гола карагандинцев стал Дауринбек Тажембетов. На днях Шахтер прибудет в Астану, где будет продолжать подготовку к Суперкубку, который состоится 3 марта на стадионе Астана-арена. Напомним, оппонентом подобечных Виктора Хумукова станет столичная Астана. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42-06-49. Еще больше новостей на нашем сайте. Адрес на экране. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Аман, сау болуныздар. Аман, сау болуныздар. Аман, сау болуныздар. Аман, сау болуныздар.